всем привет вы на канале world arctic 2.0 версии 2.0 и сейчас у нас будет небольшой тюнинг ну как тюнинг, мы будем рассматривать тюнинг Scany S, да Scany S, я думаю давно вышла это уже машинка ну как машинка грузовичок но ее я так понимаю да на нее уже давно сделали всякие обзорчики но я тоже решил сделать свой обзорчик своим личным мнением вот смотрите у нас есть совсем прям нулевая вариация вот Scany S нулевая и смотрите как она смотрится с прицепом вот прям ну там небольшой зазорчик вот так вот между прицепом прикольно смотрится да вот этот спойлер он прямо так вот хорошо лично моем мнении вот так вот смотрится а вот когда у тебя вот такой вот даст сарай большой длинный высочинный он уже как-то вот не смотрится но смотрите в чем разница вот так вот нас выглядит салон с вот такой вариацией то есть у нас нету вот тут шкафчиков но я думаю это не сильная потеря большая но раз мы уже в салоне то давайте посмотрим вариацию салона смотрите вот самая первая и дешевая вариация вот у вас еще будет доступна вот эта вариация вот смотрите у вас разница только эти футы в раскрасочке только в раскрасочке салона но это у каждого свое личное привычки вот в эксклюзивном варианте у нас добавляется вот сюда вот мультимедиа с нами ну то есть навигатор и вот тут меняется панелька то есть смотрите оп оп заметили разницу и его тут навигатора нет он не будет работать вот в таком вариации даже если вас так вот будет он работает только в эксклюзивном варианте вот эксклюзивный light вот такой вот так же вот деревянность деревянными накладочками v8 уже такими красными полосочки то есть смотрите оп а тут просто красные полосочки то есть вот вам понятно вот даже смотрите даже как видите цвет салона меняется как вот на обычном выглядит то есть нас просто что-то меняет сильнее что-то меньше пример а вот тут я увидел крючок убирает а нет не убирается просто цвет меняет ну в общем поставим вот такой красивый да мне нравится но вы сами видели как вот выглядит он вот так мне честно нравится вот так я даже в мультиплеере езжу именно вот с такой вариацией кабины потому что не как-то наскучил большой сарай также вот видите у нас есть 8 на 4 но вариаций кабины но такой вариаций кабина по дурацки да сможет согласен только добавляете более высоченную кабину она крашет ну в общем бывает такое сейчас мы настроим ребят либо она просто зависит но бывает он такой с этим какого цвет ской когда-то на низшей кабине переключаешься на высшую у нас бывает все в принципе да у меня крашеного и т.с. сейчас я перезайду и мы продолжим да ребят бывает кстати очень часто крашит саму и т.с.ку вроде бы и нечему там крашить в принципе но крашен и да я сейчас перезайду и в принципе продолжим дальше я так вам покажу еще тюнинг прицепов но для этого я потом перейду на другой аккаунт потому что у меня есть свой личный на котором я чисто играю в мультиплеере у меня вообще одиннадцатый уровень но так как я очень редко играю в мультиплеер да я там просто до одиннадцатого накатался а я играю в основном в одиночке почему-то не знаю почему хотя сейчас там идет вообще новогодний чего-то рождественский конвой прям сегодня шестнадцатого числа я не знаю чего не захожу то ли мне лень возможно ну в общем я честно извиняюсь за этот краш добывайте тест по непонятным причинам тебя выкидывать из игры сейчас мы проверим захват экрана да он есть еще раз перейдем к покупке грузовика мы его понимаете не покупать будем потому что зачем покупать грузовик в германии да и сейчас вот просто россии нахожусь даже на мера русских нет 8 на 4 я сейчас стоять не буду рядом что возможно произойдет краш потому что эта модификация я не буду менять посмотрим 6 на 4 6 на 4 вот вот это более удлиненный вариант смотришь нас видите просто бензобаки меняет не и короче либо длинно либо коробки то есть что это означает меньше бензина меньше топлива у нас вмещается ну вот четыре на два в основном в котором я езжу мне более как-то нравится 4 на 2 лон почему-то нет не знаю почему но движки вот такие я езжу на четырехсот пятидесятом в мультиплеере из 450 хотя не знаю почему на одиннадцатом уровне мог бы кататься на вот этом все не знаю почему на одиннадцатом уровне я катаюсь на четырехсот пятидесятых хотя надо было поставить уже 730 лошадиных сил движок чтобы таскать двойной прицеп вон аж день вон там закончится не знаю также у нас тут есть аптек русский и от скани сами коробки передачи можете и передачная коробка есть просто аптек русский у него 12 дач но это и как вы видите дифференциал и крутящий момент покруче хороший крутящий момент то есть смотрите это более для тяжелых маневренности это только для под этом на подъема хорошо идет не знаю почему от скани хуже но тут смотрите тут 14 передач посмотрите по числу первой передачи усканинской передаю первой передачи да и даже высшая передача 08 передачное число всего лишь 080 то это хорошо а тут кстати оптика русская даже вот это превосходит на и передачное число первой передачи 916 а тут 470 но это наверно для тех мощных мешка 450 может там надо просто на лошадиных сил перейти хотя в принципе ничего не дает честно вот от скани я не знаю чего они урезали все может а на самом деле так и есть но я всегда езжу в основном на топовых вариантов что будет мультиплеере в гору не встать особенно так как они добавили зимний вариант но вот это видео и все это я думаю вы знаете окрасочки стандартные металлики и вот это все металлик ребят это все металлик вот мне вот такой вот цвет нравится вот такой цвет говна как некоторые скажут ну или такой прям белый белый ядреный красный но как то он не смотрится либо прицеп то он красный таким красит но это жалко что пока на прицепе металлики не придумали хотя утром вроде рефрижератор он металлический он же из металла делается он не фольгаж или тряпочка в принципе его тоже можно металлики сделать потому что наверно пока нет такого или вот такой прям серый где-то черный ближе также вот как вы видите серенький и вот этот то что нам показывали ката в новостях вот такой вот цвет я лично езжу мультиплеере на каком цвете я езжу вот а вот еще у нас вот такие металлики типа золота я езжу ежу мультиплеере сейчас найду цвета ну примерно вот да на вот таком примерно езжу так я в металлике там какой-то черный такой космического цвета но это вы наверно знаете это вот все стандартное это вот раскраска не добавили для грузовиков это рейс лс металлик там раскраски всякие вот эти специальные это давным-давно это еще стандартные ребята тоже стандартно но вы сами понимаете черный можно хотят гендачу черным ген там красная сейчас не знаю также сканевские раскраски это сделался и тюнинг пока скани и да они есть так вот раскраски в обществе они в обществе это агонский тюнинг тоже стандартно а вот тут как видите на бампере у нас должен быть сейчас бампер 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 допустим сейчас мы у нас пока раскраски это и сделался и я забыл тексте раскраски но я думаю если у вас есть то все это сами все примените и посмотрите вот тут вот тут кстати флаг вот дальше продолжается там на юбках давайте мы тогда перейдем к юбкам чтобы можно посмотреть вот это у нас так вариант один вариант два смотрите под трубу вырез вот там вот тут у нас под трубу вырез тут без трубы тут с трубой но тут уже под краской видео у нас тут идет флаг продолжается не знаю почему они на других вариантах не сделали а вот и 8 добавлять всякие эмблемочки и дальше там надо смотреть я перейду на следующий аккаунт на другой который изготовлен у нас поскольку вот смотрите что они сделали вот тут вот так вот не знаю почему тут как-то прям некрасиво выглядит здесь получились как-то стал бы не очень смотрится вот тут вот не знаю но это я не буду оскорблять чуть символику вот тут они не продолжили фаха могли тут а тут флажочек отойдет а тут вот получается вот покрасить все это вот вот тут они решили кайта странно продлили флаг вот такая раскраска есть это для типа негабаритных русский неплохо зашел русский так прикольно смотрится латвия ну честно честно вот так вот таком варианте как-то но не смотрится да я сегодня вот так вот нарисовано было там может смотрелось за то на как то так вот давай и все и кончилось да вот российская троица тройка типа лошадки тройка вот это что у нас ладно я не могу это прочитать то есть стандартные раскрасочки стандартные из равенна из дисков раскрасочки тоже стандартно вот это мишлен спешил транспорт стандарт 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 так это вообще вот здесь панелька так становится в общем это не нам пока не нужно сюда у нас клеится вот такие палочки или раскрасочка такая не знаю зачем сделали вот так сюда можно вот так приклеить можно вообще все заклеить так уж так не страшно смотрел зеркала в краску флажки не буду ставить хотя они у меня есть так что вариант полного цвета вот так вот это сам последний будет совсем свет с фарами заводской и без этих вот они в краску идут но это вы сами знаете я вот такой вот поставил себе потому что я как-то любила тюнь прям максимум прям аж вообще залеплен залеплено было весь вся крыша и весь грузовик был залетен а потом что-то понял что-то как там и страшно смотрится так это уже из модификации заклеить но это вы сами знаете таблички на счет от камней бесполезная вещь закрывающая обзор кстати внизу вот так вот краски без краски аду я я себе в краску ставлю обычно приходится но это не то это мод в лс и вот сюда всякие фонарики в максимальной комплектации сюда можно все запечить краску можно сделать ну она смотрится в краску тогда когда у вас оно вот это не в краску да тоже пары или вот такие заглушки красиво я буду фар ставлю на щелочечки вы сами наверное понимаете что они делают это просто решетка радиатора краску не в краску это ребра вот эти вот палочки я говорю палочками ну кенгуретник сами знаете я такой вот люблю именно так это модификация это модификация бампер переходим к бамперу серый высокий пластик с фарами серый с фарами с фарами с фарами уже краска чуть-чуть стандартной это уже пониже и переходим ближе все далее на 1 не забрали чеки я вот такой поделок клеивать он м очки так и 8 все эти буланы Планочки. Планочки. Понятно. Сюда вот эти вот. Некоторые вижу эти вот трубы. Они мне реально не нравятся. Они не смотрятся на таком европейском траке. Так, это модификация. Ну и колесики. Колесики и понятно. Тын, 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 тын. Я думаю, сегодня и так ролик у нас длинный получился. Я думаю, в следующем выпуске я хотел сегодня вам показать. Сейчас вот тюнинг пресепа. Но у нас и так длинный выпуск получился. Я думаю, в следующем выйдет тюнинг пресепа. Просто я не понимаю, зачем удлинять выпуск очень сильно. Просто можно выпустить выпуск со всем тюнингом всего подряд. Но он получится очень длинный. И очень для вас будет скучный. Потому что посидеть очень долгое время, смотря один ролик, никто не выдержит. У нас еще на пару делится. Так, вот сюда навигатор. Как-то руль эксклюзивный, не эксклюзивный. Все остальное сисло. Как говорится, небольшой спойлер сисло. Оп, вот эта подсветочка вот тут у нас включается. Ну, это понятно, сюда всякие фигнюшки, сюда тоже всякая фигня осталась. Честно, в прошлой стране я помню, вот полка вот такая вот была длиннющая. А сейчас какая-то вот фигня обрезанная, реально скукотень. Сюда одень. Вот эта мишура вешается для красоты. А, я это не показал. Вот он. Так, это не то. А, я понял, почему он тогда дал установиться. Просто нравится, вот тут у нас фонарик. Типа длиннее, короче. Я так понимаю, они со старой скани содрали. И все. А мы не будем до этого свисеть. Сюда вот наши шторочки вешаются. Сюда всякие вот эти побрякушечки, которые висят, болтаются и бесят тебя, когда ты в кого-то врезаешься, они тут летают. Сюда сумочки всякие ставятся. Сюда вешается. Ну, да, я и сказал. Ну, я думаю, все, ребята. На следующем выпуске я тогда думаю вам покажу, как будет выглядеть грузовик. Как будет затюнинговать той цепь. Ну, а не сейчас, я думаю. Ну, в следующем выпуске вы точно увидите. Всем спасибо, ребята. Всем пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok